В эфире студия Репортер. Здравствуйте, меня зовут Виталий Хемий. С удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника, председателя Одесской областной государственной администрации Максим Степанов. Здравствуйте, Максим Владимирович. Здравствуйте. В эфире нашего канала обсуждаем с губернатором Одесской области самые горячие и важные темы последних дней, если позволите, даже, может быть, недель. Но начнем с самого свежего. Накануне, во время аппаратного совещания, были озвучены просто катастрофические цифры по поводу иммунизации, вакцинации населения. Вы называли позицию людей в Министерстве здравоохранения преступной бездеятельности. Действительно, положение такое, что в области нехватка вакцин против бутылизма, столбняка, полиомиелита. Такая ситуация сложилась не сегодня, не вчера, как мне кажется. Ну, со вчерашнего дня, к сожалению, ничего не изменилось, кроме того, что вакцины по бутылизму стало меньше, да, то есть это антидота, потому что вчера у нас есть случай заболевания, естественно, этому человеку было сделано соответствующие манипуляции и это количество уменьшилось. У меня эта битва с Министерством здравоохранения продолжается с июня месяца. То есть с июня месяца мы пытаемся донести до Министерства здравоохранения. Либо вы купите сами и обеспечьте всю страну, займитесь прямым выполнением своих обязанностей, либо дайте такую возможность в данном случае Одесской области. У вас есть механизм, вы можете соответствующим приказом Министерства здравоохранения разрешить единоразовый ввоз для конкретного региона, для конкретной территории, для того, чтобы мы обеспечили. Какова цена этого всего? Да, слава Богу, у нас на сегодняшний день нету вспышек ни батулизма, ни там столбняка, но любая вспышка, у нас есть ограниченное количество доз для ограниченного количества человек. По состоянию сегодняшнего утра это 9 человек. Все, что выше, это люди, которые находятся в смертельной опасности, потенциально я имею ввиду. По какой-то причине они не способны это делать. Но если они не способны, я знаю, как это сделать. Но в любом случае этот вопрос решим. В любом случае я это доведу до конца. Потому что речь идет абсолютно конкретной угрозе какому-то количеству людей. Мы не просим их завести сюда какие-то витаминки, которые принял, не принял, это вопрос такой. Мы говорим исключительно о действительно смертельно опасных заболеваниях. с полиомелитом ситуация не менее тяжелая, потому что прививки нужно делать в трехмесячном возрасте. Пока нету вакцины, делаются прививки. У нас сейчас, слава богу, мы полностью обеспечены всеми прививками от кори. Единственное теперь это наладить массовую разъяснительную работу, то, чем мы сейчас занимаемся, чтобы максимальное количество детей были привиты. Но на самом деле то, что вообще происходит с вакцинами, то, что происходит с данными препаратами, это все замечательно, что это все отдано на какие-то международные закупки. Но я уверен, что любого человека, который, не дай бог, заболеет, его абсолютно не интересует, каким образом и по какой процедуре в лечебное учреждение доставлено то или иное лекарственное средство. Но ведь с июня идет теолог, насколько я понимаю, какой-то ответ вы получаете? Какая-то реакция есть из Киева, обратная связь? Это какая-то односторонняя. У нас когда односторонняя с ними существует переписка, я, по-моему, там порядка шести писем уже подписал, несколько раз общался с руководством Министерства здравоохранения. Мы получили один ответ, что вот мы занимаемся, скоро будут, скоро это все будет, скоро наступит это чудо. А пока человек может самостоятельно ввести, выехать за границу, где-то купить, привезти. Какой вот такой абсурд, возведенный вкуп. Это абсолютно не существует. Это такая тотальная некомпетентность. По моей информации, наибольшие проблемы с нехваткой препаратов испытывают отдаленные районы Одесской области. Вот недавно попало мне в руки письмо председателя Ренинского районного совета, о том, что вообще, извините, даже конь не валялся, приходилось тоже экстренно-то вмешиваться. Но если вопрос как-то не решается, то действительно нужно дать разрешение, если у областной администрации такие возможности есть, закупать самим те или иные препараты. У меня есть понимание, что это такое. Возможность существует в любом случае у любой областной государственной администрации. В силу того, что я по первому образованию являюсь врачом и давал клятву Гиппократа, я понимаю, что это такое. И я понимаю, что этот вопрос можно решить. Я понимаю, что в этом вопросе нет чего-то тяжелого с точки зрения нахождения механизма решения. Просто отсутствует желание его решать. Либо чем-то там более большим занимаются. Мне тяжело это комментировать. Я не понимаю просто, как это можно откомментировать. То есть вы должны обеспечить. Пожалуйста, не можете самостоятельно. Есть механизм дать эту возможность области. К сожалению, если бы я мог обойти эти приказы Министерства здравоохранения, естественно, об этой проблеме бы никто и не знал. Я бы это все сделал самостоятельно. Но, к сожалению, законодательство выписано таким образом, что эти препараты не зарегистрированы на территории Украины. Поэтому либо Министерство их завозит, либо выдает вот такой приказ для разрешения временного единоразового ввоза на абсолютно конкретной территории. Мы можем сказать, что в Министерстве здравоохранения все-таки находятся и работают весьма активные люди. Можем судить о том, как эти люди предлагали, продвигали медицинскую реформу, которую удалось принять. И я так понимаю, что есть свои нюансы, как положительные, так и, возможно, спорные стороны. Прежде всего, меня интересует, как будут выживать больницы в селах. Есть много способов, как их спасти. Да, это и программа кадров, например, в Арцистском районе и в других районах. Но, тем не менее, главное, на мой взгляд, из того, что я бы видел своими глазами, молодых врачей нету в районных больницах в сельских. Есть электроносилы? То, что касается реформы, вообще глобальной реформы здравоохранения, я вам вопрос задам. У вас медицинское обслуживание, вообще медицина украинская устраивает? Нет, и мою семью так же не устраивает. Я вообще не знаю, человек, который был бы доволен, если у него нет больших денег. У нас есть, они имеют значения. Здоровье – это тот элемент у человека, который невозможно купить за деньги. То есть, оно стоит денег с точки зрения лечения, сам процесс лечения. Поэтому, естественно, эту систему нужно реформировать. Эта система не может состоять в том виде, в котором она существовала. Поэтому сам процесс реформы, тот шаг, который сделан, принятие этого закона о реформировании системы здравоохранения – это же только первый шаг. И затем необходимо еще принять огромное количество подзаконных актов. Необходимо имплементировать эту реформу. Все, без исключения люди, как медицинские работники, так и любые потенциальные пациенты, они должны четко понимать, что суть этой реформы. В каком состоянии мы находимся сейчас, куда мы придем, какой путь мы должны пройти, временной я имею в виду, и какие этапы этого пути. Вот мы понимаем, что реформа – это вот это. К сожалению, Министерство здравоохранения это нам не объяснило. И я уверен, что если у вас сейчас спросить, в чем суть медицинской реформы, вы имеете какие-то обрывчатые такие формулировки, в чем ее суть. Более того, если об этом спросить у медицинских работников, у врачей, которые должны быть локомотивом этой реформы, потому что если 187 тысяч врачей, которые у нас есть в Украине, и более 300 тысяч среднего медперсонала, как минимум не будут поддерживать эту реформу, эта реформа обречена на провал. Вот это все необходимо объяснить. Отсюда возникают различные иллюзии и манипуляции о закрытии больниц, о увольнении врачей, о том, что тебе за элементарной медицинской помощью необходимо будет проехать десятки километров для того, чтобы какую-то абсолютно элементарную манипуляцию сделать. Все это не работает. Реформа системы здравоохранения, вообще здравоохранение это самая такая тонкая, самая чувствительная вещь, которая касается каждого из нас. Вне зависимости от того, где мы живем, в селе, в городе, либо там в районном центре. Но везде существуют нюансы. Если мы заговорили о сельской медицине, вчера был принят закон, который инициирован президентом по сельской медицине. Почему мы отдельно должны были принять этот закон? Потому что есть особенности человека, живущего в городе Одессе и человека, живущего в каком-то селе в Одесской области. Там существуют ФАПы, существуют амбулатории, существуют районные больницы. Вот такая архитектура, которая построена, еще была там в советские времена. И в принципе, эта архитектура имеет право на жизнь. Только необходимо ее наполнить новыми технологиями, новыми технологическими решениями. Что мы сейчас и делаем на примере Окнянского района. Мы взяли один из самых депрессивных районов. Мы покажем, каким образом это все будет работать. Уже там в течение месяца мы закончим всю его комплектацию, обучение. И мы это покажем. В чем суть? Мы использовали все то новое, что у нас существует, а именно телемедицину. Потому что, вы правильно заметили, довести врача, квалифицированного, отправить его работать в какое-нибудь село, достаточно тяжело. Просто врач не хочет ехать, у него нет мотивации. Я на Раде регионального развития приводил пример. Это пример из нашей области, Тарутинского района. Мы не смогли найти врача с заработной платой гарантированной, с жильем, 100 тысяч гривен подъемных, ни одного желающего. Никто не хочет ехать. Давайте использовать те технологии, которые существуют. Слава Богу, в ФАПах у нас есть средний медперсонал. Мы весь этот средний медперсонал снабдили такими лечебно-диагностическими чемоданчиками, если так можно сказать. Что он из себя представляет? Это такая небольшая, по сути дела, дорожная сумка, в которой существует весь необходимый инструментарий для диагностики, элементарной диагностики любого состояния. Начиная от средств для измерения давления, для того, чтобы послушать человека, тонометр, фонендоскоп, кардиограф, элементарный глюкометр, пульсометр. Все это коннектится с планшетом, который входит в данный чемоданчик. И, по сути дела, фельдшер, придя к пациенту, сняв у него все эти показания, сразу он заливается в этот планшет, передается с помощью интернета в районную больницу, дублируется в областную больницу. И в течение буквально считанных минут врач, находящийся в районной больнице, в состоянии оценить состояние этого пациента, сделает соответствующее назначение, которое уже реализует фельдшер. В случае, если не хватает компетенции врача в районной больнице, подключается областной телемедицинский центр. Вот эту архитектуру мы в области уже построили, не дожидаясь законодательства, не дожидаясь этого всего. Мы покажем это на примере одного района. Наша область, я уверен, будет пилотным и таким полигоном по отработке всего этого комплекса мероприятий. И я хочу, чтобы в следующем году мы это сделали на территории уже всей области. Вообще, все, что касается здравоохранения, мы зачастую меняем те правила, которые нам предлагают Министерство здравоохранения. Мы не идем по этим шаблонам. Одесская область, она отличается от Запорожска, так же, как Запорожска отличается от Харьковской. Это совершенно разные области. Там живут, начиная от разного географического месторасположения, заканчивая состоянием дорог, состоянием больниц, состоянием материальной технической базы этих больниц. Нельзя лекалами, шаблонами каким-то это все применить на территории всей страны, когда речь идет о жизни и здоровье человека. Это глупость и бездарность. По-другому я назвать это не могу. Поэтому мы и госпитальные круга сделали по-другому. Предлагали 5 изучений? Я категорически, но они могли предлагать и 3. В этом всем не было никакой логики и здравого смысла. На основании чего это предлагалось? Просто потому, что кому-то нравится цифра 5. А область 500 километров длины, между прочим. Просто потому, что кому-то нравится цифра 5. Но это точно не ко мне по поводу таких подходов. Мы собрали всю медицинскую статистику, мы взяли все движение пациентов, куда они ездят лечиться, куда они ездят оперироваться, куда они ездят рожать, куда они ездят к педиатру. Предложили структуру 9 госпитальных округов. Более того, в этих госпитальных округах в чем отличие? Мы не закрываем никакие медицинские учреждения. Мы предложили модульный подход. Мы развиваем в каждой больнице ту компетенцию, которая самая сильная. Но если Сарата стоит на трассе, естественно, там сильная травматология. Ну, кому в голову придет, давайте сделаем центр госпитального округа в Арсизе, закроем травматологию в Сарате. Ну, наверное, сидя на рядом с Мариинским парком в министерстве, наверное, это легко сделать. глянул в Мариинский парк, слушай, чё бы не закрыть там такое-то отделение. Но это точно не имеет ничего общего со здравым смыслом. Более того, все это сделано в коммуникации с врачами, с людьми, которые непосредственно будут имплементировать эту реформу. Они должны понимать, в чем ее смысл. У нас прекрасная система медицины. Врачи, уровень заработной платы, которых самый низкий в стране вообще, который существует, они между собой конкурируют, врачи и учителя. Кто гарантирование выживет в тех условиях, которые мы создали для работы. Они точно должны понимать, что они делают и зачем они делают эту реформу. По теме учителей очень вовремя и правильно перебросили мост. У нас наряду с сельской медициной, сельское образование, школьное образование, имею в виду то, что такой проблемный пласт, реально ли дистанционно обучить ребенка при помощи современных технологий, современных для нашего региона, для нашей страны, к сожалению. Я знаю, что тот проект, который мы называем Бесмарт, будет представляться и в столице. Расскажите о результатах в Одесской области. О первых результатах. Действительно, этот проект Бесмарт. Я очень рад, что мы получили очень хорошие результаты, несмотря за минимальный срок реализации этого проекта в Одесской области, потому что мы его запустили 5 апреля, то бишь за полтора месяца до начала сдачи ЗНО. При этом всем по некоторым предметам мы поднялись на 16 позиций. Мы по английскому языку в сегменте 180-200 баллов, к примеру, были на 16 позиции. Сейчас мы находимся на первой позиции. по химии мы поднялись на 8 пунктов, по географии тоже, по-моему, на 7 пунктов. В общем, на 5 пунктов мы поднялись. То есть мы увидели результат. Дети, которые абсолютно бесплатно прошли курсы подготовки к ЗНО по каждому предмету, курсы, которые я хочу на этом акцентировать внимание. Эти курсы составлены учителями, которые являются лучшими учителями в этой стране. Учителями, которые являются авторами учебников в этой стране по математике, истории, биологии и так далее. Они записали видеоуроки, они составили соответствующие тестирования, они составили соответствующий план закрепления материалов. Ребенок, который пройдет эти курсы, выпускник, учащийся в 11 классе, точно сдаст намного лучше, вне зависимости от того, где, в какой точке он находится. В городе Одессе, в каком-нибудь селе Одесской области. Задача обеспечить абсолютно равный доступ всем, без исключения детям, к образованию. Вот у него должен быть равный доступ. Естественно, мы с вами понимаем, это факт. Нельзя тяжело учителя высокопрофессионального привезти в каждое село, в небольшую сельскую школу. Мы имеем одного учителя, который ведет 3-4 предмета. Но у нас есть новые технологии, вы правильно сказали. Если ты хочешь внедрить эти технологии, в этом нет ничего тяжелого, в этом нет ничего сложного, этим просто нужно заниматься каждый день. Май месяц 2017 года, 32% школ, обеспеченных интернетом. Поднимаю этот вопрос, огромное количество начинает рассказывать, почему это тяжело сделать, почему мы не заведем интернет в то или иное село. Но я умею уговаривать. 1 сентября 2017 года 97% с высокоскоростным интернетом. Следующий этап это Wi-Fi в школе, 277 школ из 871 у нас на сегодняшний день имеют Wi-Fi. BeSmart, который мы реализовали, показал шикарный результаты в Одесской области. Это было поддержано президентом. С полным взаимопониманием мы находимся с Министерством образования. Мы сейчас заканчиваем технически ряд моментов по этой платформе для того, чтобы дети всей Украины, без исключения, в какой бы точке нашей страны они не жили, включая, что очень важно, оккупированные территории. Задача государства деткам, которые живут в городе Донецке, в городе Луганске, это украинские дети, живущие в украинских городах, которые имеют право 100% учиться в украинских вузах. И задача государства дать им такую возможность подготовиться. Как они могут это сделать? Не подпольных же кружках. Они это могут сделать с помощью, слава Богу, тех технологий, которые существуют. У нас есть интернет. То есть ребенок каждый день дома сможет спокойненько себе готовиться к сдаче ЗНО и как следствие поступлению в украинские вузы. Это такой себе, помимо равности доступа, это такой еще механизм объединения этой страны через образование. Поэтому я очень рад, что эти курсы были сертифицированы и одобрены министерством образования. Это платформа БИСМАРТ. И мы ее презентуем и распространим на всю страну. Детей будет полгода. Это оптимальный срок для подготовки к сдаче ЗНО в 2018 году. У нас еще есть немного времени. Хотелось бы затронуть одну из тем вашей последней поездки в область. Белгород-Днестровский район, сам город Белгород-Днестровский, крепость. Две недели остается до того дня, который вы отвели подрядчику, что если он не представит вам работы, вы вынуждены будете с ним расстаться. Действительно, работа проводится медленно на таком объекте, который имеет стратегически важное для развития туризма в Одесском регионе объекте. Медленно это вообще ничего не сказать. Вообще не проводится. то есть он на протяжении это же три года, то есть три года он находится в управлении коммунального предприятия, в облсовете и вот когда я туда влез, посмотрел, каким образом все это финансируется, ну мне просто стало не по себе. Мы говорим о памятнике архитектуры, о нашем достоянии. то там памятники, которым ездят и должны ездить люди любоваться со всего мира. То, чем мы должны гордиться. Из-за вот этой бездарности очередной некомпетентности, которую проявляет компания-подрядчик, они не могут уже длительный период времени провести соответствующие ремонтные работы по укреплению Северной Стены. Причем самое парадоксальное, что деньги есть на это. То есть его никто не ограничивает финансированием. То есть каждый этап работ, который он проводит, ему оплачивается. Со слов подрядчика, что он закончит все работы до 1 декабря 2017 года. Я привык верить людям. Такая у меня слабость в жизни существует. Правда, когда меня обманывают, там какая-то другая моя слабость возникает. Ну, посмотрим. Вы приедете с 1 декабря в Белгородский с 1 декабря. Я же ему пообещал. Я всегда что-то обещаю, я всегда это выполняю. Поэтому естественно мы поедем посмотрим, что он сделал. Естественно, крепость мы сохраним. Естественно, со стеной мы придумываем, что делать. Он пообещал, что он 1 декабря закончит все работы по укреплению северной стены. Потому, что самое важное укрепить северную стену, чтобы она не заходила в зиму в том состоянии, в котором она находится. Еще один вопрос. Ты позволите состояние трассы М-15 не так давно. Недели 2-3 назад мы инспектировали работы, которые проводятся. В целом тоже вот сам ездил, смотрел, что люди работают и от двух столбов, и в районе Татарбунар. Но вопрос у меня остается все-таки по мосту в районе Днестровских плавней, в районе села Паланка. Сами сказали, что была допущена ошибка. Ошибка ликвидирована. Ответственные люди найдены. Такой вопрос. Ошибка была допущена проектантами. Проектантами эта ошибка состоит в том, что грунт, который находится на глубине 30 метров, он оказался там другой плотности. И поэтому необходимо было переделывать технические решения, что остановило работы на протяжении двух месяцев. Два-два с половиной месяца они переделывали техническое решение. Сейчас работы все эти ведутся. Уже начали монтировать саму конструкцию моста, но естественно просто передвигается срок ввода в эксплуатацию данного моста. Ориентировочно якобы до мая месяца мы его должны сдать. Во всяком случае так обещает подрядчик. Но это точно никаким образом не влияет на движение автомобилей, которые там движутся. У нас есть временная объездная дорога, мы сейчас согласовываем с молдавской стороной продление так называемого договора аренды на эту временную объездную дорогу. Поэтому темпами самого ремонта трассы 15 вы остались довольны? Те 139 километров, которые я пообещал, что мы сделаем, пообещал, хочу заметить, в феврале месяце 2017 года, буквально через месяц после прихода на должность, я рад, что мое обещание будет выполнено. Все без исключения дороги, которые я пообещал, они все будут выполнены. Заканчивается дорога Балта-Кодема, открыли мы дорогу Спас-Кавилково, 139 километров дороги Одесса-Рени, огромное количество еще других дорог, сельских, муниципальных. По объему строительства, я думаю, Одесская область в этом году будет номер один в Украине. По объему строительства, ремонту дорог по сравнению с прошлым годом, только трасс государственного значения мы в два раза больше сделаем, чем в прошлом году. Я только хочу заметить одну вещь. В прошлом году только пять областей находились в таможенном эксперименте. Только пять. В этом году находится вся Украина. Каждый губернатор в этой стране в силу своих возможностей так или иначе борется за этот ресурс, который называется «Деньги от перевыполнения таможенных платежей». Мы с вами прекрасно понимаем, что когда в эксперименте у тебя находятся пять областей, возможности у тебя по наполнению в разы больше. это полная бездарность, вот эти танцы с лезгинкой никогда не приводят к тому, чтобы что-то созидать и что-то делать. Эксперимент будет продолжен? В зависимости с информацией. Да, я надеюсь, что эксперимент будет продолжен. Это поддерживается и президентом Украины, это поддерживается премьер-министром. Думаю, что наравне с Дорожным фондом будет продолжен и эксперимент. У нас есть, понимаете, само же по себе дорожное строительство это же не просто ходить с эфира на эфир и говорить мы построили столько-то, мы построили столько-то. Это кропотливая работа как самих дорожных компаний, так и начиная от источника финансирования. То есть это разговоры с таможней, разговоры с компаниями-импортерами, придумывание тех или иных механизмов, каким образом увеличить этот ресурс. Мы в полтора раза за 9 месяцев собрали в полтора раза больше денег, чем в прошлом году. При всей так называемой борьбой с коррупцией в прошлом году. Это странная борьба с коррупцией. С коррупцией борются, денег в бюджет меньше. Когда-то в другое место они уходили. Это достаточно серьезная работа с той же укрзалезницы. У нас огромная нехватка вагонов для перевозки щебня, без которого абсолютно невозможно построить ни одну дорогу. Нам нужно порядка 100 вагонов в сутки. Это вот каждодневная работа, то, чем я занимаюсь. Но я тем результатом, который мы сделали, я не могу сказать, что я доволен на 100%. То есть еще массу необходимо сделать, но я хотя бы хоть как-то удовлетворен, потому что мы действительно то, что я обещал, то, что мы делаем, мы продолжим делать еще в следующем году. Я благодарю вас, Максим Владимирович, за диалог. Приходите еще с хорошими, разными новостями. Будем рады вас видеть. Спасибо. Оставайтесь на репортере, берегите себя, до новых встреч в эфире.